Это же не один автобусный маршрут отменили. Перестали ходить электрички в регионах. Вы что, с ума сошли, что ли? Послушайте, это просто даже несерьёзный подход к делу. Это же касается там тысяч людей. Это касается производств. Люди едут на работу, либо не едут туда. Это что, неужели нельзя было сделать заранее? С 1 февраля полностью отменены все электрички в Псковской области. 33 железнодорожных маршрутов в Курской и Орловской областях. В Пензенской области из 40 маршрутов работают только 10. Остановлено движение пригородных поездов в Вологодской области. Сокращена маршрутная железнодорожная сеть в Оренбургской и Челябинской областях. Серьёзные проблемы с пригородными перевозками в Забайкальском крае. Где-то в качестве альтернативы пытаются запустить автобусное сообщение. До деревни сейчас не знаю, как попасть. Электричку убрали, нам уже не попасть. Но далеко не везде есть дороги, да и где сразу взять столько автобусов. Правительство, сообщил вице-премьер Дворкович, подготовило комплекс срочных мер по восстановлению движения электричек. Снизить НДС для пригородного сообщения и выделить дополнительные деньги из федерального бюджета. Мы исходим из того, что подавляющее большинство маршрутов должны быть восстановлены и сохранены. В целом данную проблему намерен решить в течение одного месяца. Вы сейчас предложили набор мер. А что, раньше это нельзя было предусмотреть? Значит, правительство чем занималось? Вот когда вводило соответствующие нормативы, когда поддержало изменения взаимоотношений между регионами и РЖД. Мы ведь деньги предусматривали соответствующие по 25 миллиардов в предыдущие годы. Был график выстроен на работу. Значит, нужно было добиться того, чтобы или график выполнялся своевременно, либо деньги предусматривать. Ну что, у нас Министерство транспорта не существует, что ли? Есть, по-моему, вы курируете эту отрасль, да? Что происходит? Железнодорожное сообщение пригородное должно быть восстановлено немедленно с гарантиями, соответствующими РАО и РЖД, регионам по решению проблем. Или, если там, где они в состоянии сделать это самостоятельно, нужно отрегулировать это таким образом, чтобы это было сделано. Но сделано немедленно. Владимир Владимирович, мы это сделаем. 25 миллиардов рублей выделяются и в этом году в полном объёме. Никаких задержек с этой точки зрения нет. Я в течение суток предложу финансовое решение, которое позволит обеспечить восстановление сообщения. Послушайте, подождите. Значит, восстановить нужно немедленно. Это одна из важнейших составляющих нормального функционирования регионов. Железнодорожное сообщение пригородных поездов. Ясно, что решения были приняты заранее по поводу того, что регионы должны быть подготовлены к этому. И на них лежит тоже огромная ответственность. Надо координировать эту работу. Всё, давайте дискуссию прекратим. И прошу это сделать немедленно повторить. Информация к размышлению. Что Вы думаете о деятельности Центра проблемного анализа и Государственного управленческого проектирования и его руководителей Якунини? Спасибо. Ну, Якунин – это один из проектов установления альтернативного якобы патриотического управления России. То есть, тот, кто, как рассматривался одно время, как альтернатива на президентство при смене Путина. Якобы крутой патриот. Однако, при управлении железными дорогами мы видим, что он действует на одно – на удушение России и её расчленение. Вот, смотрите, все мы знаем, что мы потеряли Аляску, мы потеряли Калифорнию. Причём Калифорнию в большом плане. Из Северной Калифорнии была выделена та территория, на которой американцы создали сразу два штата – Орегон и Вашингтон. А ведь ещё и Калифорния была у нас. Причём губернатор отчитывался перед нашим чиновником о том, как он управляет территорией. И при попытке там что-то проявить какую-то самостоятельность, они жёстко пресекались. То есть, там чего-то испанский губернатор себе там возомнил. Так вот, а почему мы потеряли? Потому что мы не могли удержать эту территорию, потому что у нас не было населения на этой территории. Крепостное право препятствовало расселению. Вот у нас был абсолютный избыток населения в европейской части населения. И абсолютный недостаток населения в Сибири и в Америке. А ведь Михаил Васильевич Ломоносов что говорил? Помните? Богат Сибирью и Америкой. О чём забывают все, кто цитирует Ломоносова. Америкой, он говорил, прирастать будет. Но государственное управление действовало таким образом, чтобы населения у нас там не было. Смотрим, что делает Якунин. Он максимально снижает и делает невыгодными все пассажирские перевозки по железной дороге. И особенно перевозки на Дальнем Востоке. Разбираются пути, отменяются пригородные поезда, поезда местного значения и всё прочее. То есть сокращение. Он реализует одну единственную мысль, которая неоднократно уже высказывалась различными надгосударственными деятелями. Что вся железная дорога России должна быть транспортной артерией между Дальним Востоком и Европой. Всё. Вот на это Якунин работает эффективно. Всё остальное он уничтожает точно так же эффективно. Он работает на то, чтобы Сибирь отколоть от России. Видимо, это такая Даль за то, чтобы стать президентом.